Я никогда не забуду ту ночь, 8 декабря 1980 года, 40 лет назад. Мне было тогда чуть больше 20 лет, я работал новостным продюсером ABC. Я ехал на мотоцикле по Центральному парку. Меня сбило такси. Я не мог пошевелиться. Приехала полиция и скорая помощь. Они подложили под меня носилки и загрузили в машину скорой помощи, на которой мы приехали в больницу Святого Луки, Рузвельта. Один из парамедиков говорит, вам очень повезло. Если бы это был вечер выходного дня, отделение неотложки было бы переполнено. Вам пришлось бы долго ждать. Но сегодня вечер понедельник. Тихо. Итак, меня доставили в отделение скорой помощи, я лежу на каталке. И буквально в этот момент у двери за мной начало что-то происходить. То есть, представьте, я лежал, а вход в отделение был буквально позади меня. И я смог немного повернуться. Я услышал, как кто-то закричал. У нас пулевое ранение в грудь. Двери распахиваются, и по коридору бегут полицейские, несут кого-то. Я мог краем глаза наблюдать, что происходило за моей спиной. Они принесли этого человека прямо в комнату, у порога которой я лежал, только в коридоре. У меня в ушах все еще звенело. У меня болела голова. И, как вы понимаете, все было слегка в тумане. Я лежал с закрытыми глазами и пытался глубоко дышать. Два офицера выходят из комнаты, в которую везли пациента. Они буквально стоят над моей каталкой, и один говорит другому. «Ты можешь в это поверить?» «Джон Леннон!» Я открыл глаза и посмотрел на них. «Постите, сэр, что вы сказали?» Офицер бросил в мою сторону. Я ничего не сказал. И они ушли. Действительно ли я слышал, как он произнес Джон Леннон? Это казалось совершенно невозможным. В Джона Леннона стреляли, и он в полутора метрах от меня, в этой комнате. Этого же не может быть. Может быть, он произнес Джек Лемон, или какое-то другое имя. Мои учителя журналистики были бы горды мной. Они внушили нам, что если у вас есть малейшее подозрение, что у вас в руках история, следуйте за ней. Не выпускайте ее. И пока я лежал там и размышлял, что, наверное, действительно это не Джон Леннон, и я раздуваю большое дело из ничего, я услышал рыдание. Я снова смог оглянуться назад и увидел, как большой полицейский взявил под руку азиатскую женщину в норковой шубе. Я был фанатом Битлз всю свою жизнь. И я точно знаю, кто такая Йоко Оно. Все становилось похожим на правду. И я, под воздействием вспышки адреналина, смог забыть о боли и встать с каталки. Я видел телефон на сестринском столе. Чтобы воспользоваться им, нужен был специальный код. Я упросил полицейского дать мне возможность позвонить. Я набрал свою редакцию новостей. Я сказал редактору, слушайте, я знаю, что ударился головой, но я почти уверен, что слышал имя Джон Леннон, и я почти уверен, что видел Йоко Оно здесь в больнице. И он, перебивая мне, говорит, погоди, мы только что слышали вызов скорой помощи на перекресток 72 улицы и Сентрал Парк Уэст. Именно там, дом Леннона. Я сказал, вот ты все, это третья часть. Я слышал имя, я видел Йоко Оно. Теперь вы говорите мне про скорую у его дома. Джон Леннон был застрелен, и он здесь, в больнице Святого Луки. Передайте это как можно скорее. Вот я сижу на краю каталки и смотрю в комнату. Зрелище, которое я никогда не забуду. С Леннона сняли одежду. Он лежит на спине, ногами в мою сторону. Его грудная клетка вскрыта. Врачи стоят полуклугом от одного его плеча до другого. Руки одного врача погружены в грудную клетку Леннона. Я не мог видеть, что он делал, но по движениям догадывался, что это прямой массаж сердца. В госпитале часто звучит фоном музыка, но ровно в это время, по иронии судьбы, заиграла песня Битлз «All My Loving». Я слушал это, зная, что один из Битлз в нескольких метрах от меня возможно борется за свою жизнь. Песня закончилась, и через минуту расстался женский крик. «О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет!» Я слышал шаги, двери открылись, и я увидел Йоко Оно на руках у Дэвида Геффина, продюсера звукозаписи. Он помогал ей выйти из больницы. А потом за мной пришла врач. Я сказал ей, «Ответьте только на один вопрос. Если кого-то привезли с огнестрельным ранением в грудь, и потом делали прямой массаж сердца, если бы этот человек был еще жив, разве вам не требовалось бы оставаться в той комнате с этим человеком?» И она уклончиво сказала, «Это справедливое предположение». Итак, я получил подтверждение смерти Джона Леннона. Я сообщил редактору, что у меня есть подтверждение смерти Джона Леннона. В эфире ABC шел футбол. Комментатор прервал игру, сообщив, что произошла невыразимая трагедия, что Джона Леннона застрелили. Джон Леннон, шот twice in the back. У меня не было переломов. Мне отдали трость, и я выскочил из больницы, обнаружив за ее пределами настоящее безумие. У ее входа стояли все журналисты Нью-Йорка. Причина, по которой врачи задержаны пресс-конференцию, как я узнал позже, была в том, что Йо Куона просила дать ей возможность добраться до дома, где у телевизора мог сидеть ее маленький сын Шон. Я всю жизнь переживал, что сделал прямо противоположное ее просьбе. Я никогда не хотел бы добавить боли к ее переживанию. Но я об этом не знал. А потом мне удалось выяснить, что Шон к моменту футбола уже спал, что я не навредил семье. Несколько лет назад братья Франциско сняли кино «Леннонс Репорт», основанное на моей истории. И они впервые решили рассказать об этой трагедии глазами журналистов, то есть моими. «Я чувствовал в тот день, будто потерял члена семьи. По сей день я не могу слушать песни Битлз без боли внутри живота и без мысли о том, что произошло такое бессмысленное убийство гения. Его убийца стрелял в него только потому, что хотел прославиться. Теперь заметьте, я использую только слово «убийца», но не имею. Я пронес это событие через 40 лет, и оно привело меня к абсолютному убеждению. Мы, как журналисты, несем за это ответственность. Да, общественность имеет правую информацию, но получилось, что мы можем исполнять желания людей, которые хотят спустить курок просто для того, чтобы прославиться. Нам никогда не следовало раскрывать его имени. Мы оказались инструментом в его руках. Мы принесли ему славу. И я думаю, что это большая ошибка. Продолжение следует...